Здравствуйте! Статистика у нас сегодня, очередное занятие. Я бы ее так сам для себя назвал, статистика для любителей статистики. Это не обязательно они не профессионалы, просто они любят статистику. И причем статистику так вот употребляют везде, сами дома, без спроса и разрешения. Хотят что-нибудь обработать, посчитать, пожалуйста. Есть данные, есть у вас электронные таблицы в компьютере. Ну, в мое время людям хватало калькулятора, это считалось очень здорово. Итак, тема у нас сегодня такая. Теоретические распределения и критерии согласия. О чем идет речь на первый случай? Ну вот на первый случай вот о чем. Собрались вы играть в расшибалку. Или как это называется? Орлянка. Орел-решка. Ну и вот сколько-то выпало орлов, сколько-то решек у вас. Ну, понятно, что у вас это распределение такое, на самом деле. Вероятность того, что выпадет орел, одна, вторая. Вероятность, что орел не выпадет, одна, вторая. Так должно быть. Теоретическое распределение такое. И у вас, в принципе говоря, закралось подозрение, а правильно ли все в порядке с монеткой. Нет ли тут какого-нибудь жульничества с выпадением монетки-то. И, в принципе говоря, в этом случае вы как раз и должны проверить. Вот это вот реальное, фактически полученное распределение, сколько-то орлов, сколько-то решек, оно совпадает? Может, ну, в пределах некоторого, так сказать, допустимого разброса, да? Подходит оно, да? Вот удовлетворяет ли оно некому критерию согласия с настоящим распределением или нет? Ну, тут уж больно простое распределение, либо да, либо нет. А вот вам, пожалуйста, посложнее. Игра в кости. Если вы бросаете кости, кости бросаете, две косточки. Одна у вас, две косточки, одна черная, другая белая, или как-нибудь красная, зеленая. Ну, чтобы они друг от друга отличались. И у вас, в принципе, может выпасть сумма очков от двух до двенадцати, правда? Вот две единички, это такой один вариант есть, это двойка. Две шестерки, это тоже такой один вариант только есть, это двенадцать. Да, вот от двух до двенадцати у вас выпадают очки. Причем, скажем, если двойка и шестерка, два и шесть очков, выпадают у вас, в общем-то, с одной вероятностью. Смотрите как. Есть такое понятие, его в теории вероятности так называют, ну, как сказать, классическое определение вероятности. Вот, или еще называют схема Лапласа. Вот, есть некий эксперимент бросания монеты, это вот как раз для этого подходит. Бросание костей, вытягивание из тщательно перемешанной колоды какой-нибудь карты, в которой, в этом эксперименте, есть некоторое количество равновероятных исходов. Вот, если вы там колоду 36 карт, по-моему, да, взяли, и вытягиваете из нее наугад, значит, карту. Всего вариантов вытягивания у вас 36, да, а вам нужно, чтобы был туз, например, обязательно, просто туз. А тузов в этой колоде 4, то есть вот благоприятных вариантов для вашего исхода, для туза, 4, а всего вариантов 36. Значит, вероятность вытащить туза 1, 9, да, 1, 9, если там 36 в колоде карт, из них 4 туза. А то, знаете, бывает в колоде там 5 тузов или 6 тузов, подмешивают некоторые люди, жулики. Вот, вот такая вот ситуация. Так вот, давайте вот вернемся к этой мысленной, к игре в кости. И вот вариантов, чтобы выпало 2 очка, а только 1. Это чтобы у вас и на черной кости, и на белой кости выпало по одному очку. И вариантов, чтобы выпало 6 очков, тоже только один вариант. Надо, чтобы на и той, и другой кости выпала шестерка. А всего вариантов выпадения кости 36, вот согласитесь, вот черная кость падает единичкой. На эту единичку, на один этот вариант, белая кость шестью вариантами отвечает. И на каждые шести вариантов белой кости, черная шестью отвечает. Итого 6 в 6, 36 разных вариантов. Вот, можно построить ряд распределений от случайной величины. Количество очков, выпадающих при игре в кости. Это называется дискретный ряд распределения. Но надо сказать, что с дискретными рядами распределения, мы не только вот в этих вот играх встречаемся, но и по жизни. Есть очень много дискретных величин. Ну, например, скажем так, паспортный возраст. Это дискретная величина. Количество детей – дискретная величина. Количество там что-нибудь перенесенных тяжелых заболеваний в детстве – тоже дискретная величина. Ну и так далее. Количество рук, ног, глаз – все это дискретные величины. Вот. Вот так вот. Ну, так вот, с этими, с игрой в эти кости, тут получаются интересные вещи. Прелюбопытные вещи. Значит, у вас бывает 2 очка с вероятностью 1, 36. А 3 очка с какой вероятностью? Тоже можно посчитать. Какими способами можно брать 3 очка? А вот двумя только способами. Значит, на одной косточке единичка, на другой двоечка. И наоборот. На одной двоечке, на другой единичка. Короче, так можно построить весь ряд распределений от случайной величины. Раскидывая все возможные варианты, да. Вот это будет называться ряд распределений случайной величины. Если вы долго-долго наблюдаете за этой игрой, а вы, например, наблюдаете неспроста, вы ответственный сотрудник, скажем, какого-нибудь казино, и вы наблюдаете за тем, чтобы вот те кости, которые используются в какой-то азартной игре, в вашем казино, они должны быть вот хорошими. То есть, с равной вероятностью, любая кость должна упасть на любую из своих грани. То есть, вот это вот распределение, да, должно вот совпадать с теоретическим, как можно теснее. И вы много-много-много раз бросаете кости, записываете результаты, и сравниваете полученное фактическое распределение с теоретическим, да. Понятное дело, что точно не совпадет, но я вас умоляю. Даже если вы бросите 36 тысяч раз, совсем не обязательно ровно тысячу раз у вас выпадет 2 очка, а тысячу раз выпадет 6 очков. А сколько там, 2000 раз у вас выпадет 3 очка? Нет, ведь должно выпасть что-то около этого, но с разбросом. Вот это и называется критерий согласия. Сейчас я вам рассказывал про дискретные величины, дискретный ряд распределений. Ну, вообще-то говоря, есть такое философское мнение у физиков философствующих, что, вообще-то говоря, весь мир он дискретен. Это такое новое веяние, что есть такая конечная делимость пространства, конечная делимость времени, да. Вот, ну, дело не в этом. Вот, если у вас и рассматривать, скажем, распределение граждан по росту, да, например, или по весу. Ну, понятно, что у вас измерительные приборы там, ну, ну, рост, наверное, с точностью до сантиметра определяют, так вот, в наших краях, где-нибудь там с точностью до дюйма. Вот, и вес у нас там, ну, 100 грамм там ловят так обычно, ну, 50 граммов, не грамм, а граммов, надо так говорить. Вот, ловят, ну, не более того, да. То есть, в принципе говоря, набор-то как бы дискретный получается. Но, реально, это все-таки непрерывная распределенная случайная величина. Рост, вес, в общем-то говоря, количество граждан, выскажившись по какому-то вопросу, да, тем или иным образом, да, ну, скажем, делать побольше йогурта и поменьше кефира, да, вот, кто-то сказал вот так, да, вот, в разных регионах это доля сторонников йогурта, она разная может быть. Или, скажем, доля сторонников той или иной телевизионной продукции, да, вот, по телевизору разные люди разные передачи смотрят. Вот, есть даже такие, которые смотрят лекции по статистике, да, вот, таких немного, но я надеюсь, что их будет с каждым днем становиться все больше и больше. Так, слабую уверенность выражаю, да. Есть предпочтение между разными телеканалами людей, да, это, кстати, очень важный объект исследования, вот. Очень важный объект исследования. И вот ставится такой вопрос. Вот смотрите-ка, ну, вот есть доля, ну, у нашего канала, да, например, в разных регионах. Понятное дело, что в разных регионах она немножко отличается. Доля зрителей, которые смотрят наш канал регулярно, я уж не знаю, как это определить, ну, наверное, в ходе опроса определяют, да. Вот, в разных регионах она разная. А что, это вот, вот, в тот регион, где наших зрителей чуть больше, он что, как-то вот особенно относится вот к нашим лекциям, или просто так, обычный такой разброс, статистический разброс. Как вот понять это дело? И каков это должен быть, статистический разброс? И нет ли здесь какого-нибудь подвоха? Так вот, на этот счет существует замечательное распределение. Его называют распределение Гаусса иногда, да. Карл Гаусс, король математиков. Помните, я его как-то на первой лекции поминал. Формула такая, это распределение Гаусса. Вот. Или его называть еще нормальным распределением. Нормальным не вот что, нормально. Григорий, отличный Константин. А в том смысле, что это вот оно, в каком смысле, перпендикулярное, да, нормальное. Нормальное распределение. Очень интересно, это плотность распределения называется. Вот если ряд распределений, это вот вероятность, которая случайная величина принимает то или иное значение, то вот тут вот, во-первых, что такое f от х? Это плотность распределения, плотность вероятностей или вероятностей. Я так и не знаю, как лучше сказать. Так вот обычно принято говорить у математиков, которые в эту область специализируются, у физиков особенно, потому что плотность вероятностей. У артиллеристов тоже их любимое занятие, куда там снаряд улетит, да. Плотность вероятности, плотность распределения по разным местам, да. Вот. Так вот, тут оно есть, плотность вероятности. Что это значит? Это вероятность попасть в какой-то диапазон, отнесенный к длине диапазона. Отношение, да. То есть, чем больше диапазон, тем больше будет вероятность, чем шире. Но другое дело, что тут меняться будет. И если вы захотите определить вероятность, вам придется интегрировать, интеграл считать. Это я имею в виду для тех, кто знаком с азами математического анализа, которому, кстати, этому математическому анализу теперь учат даже в школе, между прочим, в старших классах. Вот там проходят всякие интегралы, производные и так далее. Да, вот там вот. Вот эта вот формула есть плотность распределения. Если вы проинтегрируете ее, скажем так, по х от а до б, найдете первообразную, проинтегрировать вам не удастся. То есть, в явном виде этот интеграл не берется. Существуют таблицы. Называется это функция Лапласа. Лаплас их составил. Таблицы функции Лапласа распределения вот этой вот случайной величины, плотности распределения. Вот это вот, а это будет функция распределения. Сколько попадает в диапазон от а до б, скажем так. Ну, там у них от нуля до какой-то величины. Так вот, это вот распределение, я вам расскажу, что здесь и что. Ну, х, понятное дело, это вот значение, значит, переменное. Буковка М латинская, видите, наверху стоит. Это, кстати, Е в степени, то есть экспонента, так называют такую функцию. Е, Х, П, так ее скобочки открываются и закрываются. Е, Х, П от чего-то, это так она называется во многих языках программирования. В частности, вот в электронных таблицах, которые у нас в компьютерах есть, в Excel, она именно так и называется. Так вот, М, математическое ожидание, middle, среднее, middle, среднее, среднее значение. Это вот среднее значение, по-нашему, по-статистически говоря. А наши любимые теоретики, теоретики, которые занимаются теорией вероятности, называют это математическим ожиданием. А вот внизу еще стоит такая буква, сигма. Видите, вот там, где Е в степени, там в дроби сигма в квадрате. А перед дробью, вот это вот, перед Е в степени дробь, и у нее в знаменателе тоже сигма. Сигма – это среднее квадратичное отклонение случайной величины, ну, от своего среднего значения. Среднее квадратическое. А сигма квадрат, соответственно, квадрат среднего квадратического отклонения, то есть дисперсия. Средний квадрат отклонения от среднего значения. Звучит-то как замечательно. Вот. Вот это вот она и есть. Кстати, обратите внимание, число π здесь появилось, да? Помните, число π – это отношение длины окружности, периметра окружности к ее диаметру число π. И там вот тоже 2π, корень из 2π. Ну, вообще-то число, корень из 2π, оно регулярно попадается во всяких, значит, интересных интегралах. Дело обычное. И вот здесь тоже оно есть. Потому что если мы будем интегрировать от нуля до чего-то, от минус бесконечности до бесконечности, то тут имеется в виду х может принимать значение от минус бесконечности до бесконечности. Вот обратите ваше внимание. Но, тем не менее, вот такого рода распределение, значит, гауссовое распределение, его применяют, в общем, для всего чего угодно. Описание. Это то, что нам угодно, это то, такая случайная величина. Вот конкретная реализация, которая, вот сам факт ее реализации, зависит от очень большого количества различных причин, различных факторов. Какие же там бывают факторы-то различные? Ну вот, например, дальность полета пули или там снаряда, выпущенного из пушки, зависит от многих, какого количества факторов. Ну, во-первых, ветер, как распределился ветер на траектории полета снаряда, как распределилась плотность воздуха по траектории полета снаряда и влажность его тоже. Все это влияет на, значит, торможение снаряда в атмосфере, на то, как он изменит свой там угол атаки, начнет кувыркаться, отклоняться в сторону, там всякие аэродинамические силы будут на него действовать. Еще зависит от того, как развесили порох на заводе, там сколько порошинок попали, а как развесили порох на заводе, который снаряжал, так сказать, патрон для этого снаряда или для этой пули. Значит, это зависит от того, в каком настроении пришел работник или работница, что ему утром сказала вторая половина его или ее, что высказала, и какое у нее было настроение, хорошее или плохое. От души она там подсыпала туда порох, правильно ли работала. В конце концов, делал случай, действительно, все. Как ствол был почищен, сколько сильно он был изношен, всего не удумаешь. Вот это самое тоже предпочтение его про телевизор, помните, мы говорили, телевизионный, да, в каком районе, как нас смотрят. На самом деле, предпочтения наши тоже по районам могут быть очень даже, зависит от чистой случайности. Ну, например, честно говоря, вот те данные, которые обычно, те рейтинги, которые обычно публикуются, то, как в каком регионе и какой канал, значит, предпочитает публика, а эти рейтинги очень важны для рекламодателей, да, понимаете, вот, если канал рейтинговый или передача рейтинговая, там бывает в заговоре указывается, что, значит, платится там в зависимости от, значит, результатов измерения телевизионной аудитории, такие слова есть. Вот, так вот, вот, вот так вот. Ну, так я к чему клоню-то? И вот представьте себе, что действительно наш телеканал везде одинаково примерно смотрит, доли людей, которые наш канал предпочитают, ну, просто вот есть определенные вкусы, везде одинаковые. И если действительно народ везде по всей стране совершенно одинаково относится вот к лекциям по статистике и прочим другим лекциям, что на нашем канале можно посмотреть, то это значит, что, вообще-то говоря, распределение числа, количества, процента зрителей по различным регионам нашей страны должно подчиняться нормальному закону. Вот в среднем, М, вот в среднем по стране такая доля зрителей смотрит наш канал. Сигма – это разброс от региона к региону. Ну, он чисто случайный разброс. Вот, связан с тем, что в одном регионе все-таки к нам чуть побольше интерес, в другом чуть поменьше интерес. И если все это вот так нормально, да, вот, то вот так он будет распределен. Но вдруг есть где-то какой-то особенный регион, который, ну, такой регион, что там живут только люди, которые вот стремятся обучаться. Вот их не интересуют там всякие там передачи там про жизнь звезд и прочие анекдоты, да. Вот, а их интересует вот образование. И вот там сидят люди упорные, учатся, какой-то такой необыкновенный регион. И вот там очень большая доля и выпадает из этого распределение. Есть такая доля, вот, если вдруг она найдется, да. Или это просто случайное отклонение. Вот такой вопрос стоит, да. Вот надо, может, на этот регион на внимание обратить, там понаставить вышек и транслировать везде наш канал. И еще там две программы ввести на нашем канале, разделить наш канал, да, на несколько рукавов. Пусть там смотрят, да, если там хотят, да. Может быть это, а может это просто случайное отклонение. Вот как это понимать? То есть это в рамках ли это простого распределения или нет? Кстати говоря, посмотрите график. Вот. Это график распределения вот этого гауссового или нормального. А не тот вольгот на несколько картинок. Ну, во-первых, вот посмотрите. Вот такая вот сдвинутая влево, второй по высоте пик. Колокол, кстати говоря. Кстати, вот мы его так иногда называем колоколообразная кривая. Да, вот гауссовое распределение, мы так говорим, мы, русскоязычные интеллигенты. Мы говорим так. Это вот гауссовое распределение имеет колоколообразный вид. Кривая гауссового распределения колоколообразна. А вот там вот за границей, так они называют это распределение, колоколообразным распределением. Ну, чтобы не поминать лишний раз гаусса, хотя они его и гауссовым называют, и нормальным. Они еще его колоколообразным называют. Только вот этот колокольчик влево немножко сдвинут. Обратите внимание, у него центр, да, как сказать, пик, максимум, не пик, а максимум, он приходится на величину где-то в районе минус двух, правда? Вот у него среднее значение минус два. А вот все прочие распределения, они такие хорошие, центральные, сконцентрированы в районе нуля, да, у них пик. И вот чем же они друг от друга отличаются? Есть такое желтоватенькое, зеленое и голубоватое, да, три графика. И вот голубой совсем такой приплюснутый, холм такой, да, а вот зеленый – это такая вот гора, на которую очень красивый такой горный пейзаж, а желтое – что-то нереально вытянутое вверх, ну, если мыслить в понятиях пейзажной живописи, да, вот такое что-то высокое, фантастически красивое, конечно, да, это вот разная степень уширения этого пика. Чем шире пик, тем больше сигма, среднеквадратическое отклонение. Чем меньше сигма, тем оно острее, да. Вот, кстати говоря, это вывод. Вот если у вас вдруг оказалось, что сигма очень маленькая величина здесь, ну, вот как у этого узкого пика, да, а количество просмотревших, ну, то есть в каких-то регионах доля нашей аудитории от средней доли отличается очень сильно на несколько сигм, да, на несколько сигм, там, на 4 сигма. О, значит, вот этот регион необыкновенный, надо обратить внимание, там какие-то люди, которые стремятся к познанию живут, да, вот они хотят наш канал использовать в качестве источника образовательной информации. Ну, замечательно. Так сказать, флаг им в руки и нашу телепрограмму, вот. А вот это приплюснутые вот распределения, о-о-о, такое вялое, квелое, очень неярко выраженное распределение, ну, хотя тоже, в общем-то, колоколообразный, колокольчик такой приплюснутый, вот. Вот это вот называется распределение гауссовое или нормальное, ему подчиняется в мире абсолютно все, так говорят. Если что-то не подчиняется, то надо вот подвергать его отдельному обследованию, что-то здесь, какое-то оно не такое, как все другие. Вот, что-то тут случилось. Или как-то вот оно по-другому закону распределено, что-то на него влияет по-другому, либо, ну, трудно сказать, каждый раз надо отдельное исследование предпринимать. Теперь я хочу вам еще одно распределение показать. Это называется пуассоновское распределение. Пуассон – это по-французски рыба, кстати говоря, а пуазон – по-французски яд. Так вот, это вот пуассоновское распределение. Ну, сами понимаете, придумал его некто по фамилии Пуассон. Это распределение очень замечательное. Значит, что здесь есть что? Ну, опять тут есть Е в степени, да, есть лямбда и есть Н. Собственно говоря, вот эти две величины, лямбда и Н, для нас самые информативные. П – это вероятность. Так вот, вероятность того, что в каком-то испытании выпадет Н положительных событий, вот равна вот этой величине. Чем больше Н, да, вот тем больше будет знаменатель Н факториал. Знаете, что такое Н факториал? Это произведение всех натуральных чисел от единицы до Н. 1 факториал – это 1. 2 факториал – это 1 умножить на 2. 2. 3 факториал – 1 умножить на 2, на 3. Это будет 6. 4 факториал, еще на 4 придется умножить на 2, 4, 5 факториал – 120, 6 факториал – 727 факториал – 5040, 8 факториал – 40 тысяч 320, 9 тысяч – это будет 360 тысяч, я уже тут сбился, дальше не посчитать, с лишним. 360 тысяч с лишним. А 10 факториал – это будет уже там куда-то, куда-то уйдет совсем далеко-далеко-далеко за миллионы. Да, вот быстро растущая очень функция. Так что, к чему я клоню? А клоню я вот к чему. Это вот такие события, которые могут наступить, могут не наступить в каком-то количестве. По Ассоновскому закону подчиняется, например, ну, количество дорожно-транспортных происшествий в течение дня в каком-нибудь городе. Оно ведь может случиться, может не случиться. Зависит от очень большого количества всяких факторов. Вы видите, как это перекликается с нашим нормальным распределением. Я тоже вам говорил там про большое количество факторов, да? Тут вот, правда, в штуках все выражается. В штуках. Ну, количество звонков, поступающих на ваш мобильный телефон, по этому закону выражается. Вообще-то говоря, в свое время, его еще иногда называли, этот закон, значит, количество вызовов, поступающих на телефонную станцию. Вот. Это вот этот вот закон. Такое вот распределение. Если, между прочим, у нас вот по правилам вот этой вот игры, вот эта случайная величина, это какое-то событие, которое наступает в течение там какого-то времени. Дня, года, микросекунды, неважно. Микросекунды, это если из космос какие-нибудь частицы счетчики регистрируют. Пожалуйста. Это вот будет вот, он распределен по Паосоновскому закону. И, между прочим, вот интересная черта, время между двумя соседними событиями. Оно ведь тоже случайное. Правда? Вот. Приходит событие, бум, случайное событие пришло. Через какое-то время пришло следующее случайное событие. То есть вот случилось дороже транспортное происшествие, пришел сигнал на пульт там дежурного по городу. Бам, пришел следующий сигнал. Или вам, вы сидите, значит, у вас телефон есть, да, на работе, кстати. Вам звонок, вы ответили, положили трубочку. Через какое-то время следующий звонок, следующее обращение и так далее. Или к вам обращаются там, на сайте письма приходят или по электронной почте. Ну, можно много придумать таких вариантов. Потому что про дороже транспортное происшествие как-то очень-очень жестко, да, очень жесткий вариант. Вот, очень жесткая идея. А вот тут вот так вот устроен мир. Так вот он развивается. Так вот, время между ними распределено по экспоненте. Помните кривую? Так, экспонента с отрицательным показателем. Значит, максимально при нуле и минимально на бесконечности. Такая вот вялая кривая, так вот она вот падает себе, вот так вот падает. А максимум не в нуле. То есть максимальное время, когда снова вам будет звонок, сразу после звонка. Максимальная вероятность, максимальная вероятность того, что случится следующий отказ, это вот сразу после предыдущего отказа, если речь идет об отказах какой-то техники, поломки, да. И вот отсюда вот, кстати, это закон Пуассона. Вот, это, кстати говоря, некоторые называют закон подлости, да. Но на самом деле это закон Пуассона, подлость тут ни при чем. А, как это называется-то, народная мудрость. Беда не ходит одна, пришла беда, открывая ворота, с другой стороны, к деньгам деньги. Это все отсюда, да. Кстати говоря, и в практике игроков азартных, они ведь тоже все это теорией вероятности фактически занимаются на практике. Так вот, в практике азартных игроков Достоевский был азартный игрок, у него это можно в романах почитать. Как, значит, человеку везет, потом еще раз выиграл, еще раз выиграл, вот так вот идут подряд какие-то у него тут успехи, да, такие вот, случайно. Хотя они маловероятны, да. В интернете можно найти, не обязательно, в журналах, зачем в интернете? В интернете там чего только не найдешь. В журналах, научно-популярных, можно найти свидетельство того, как подряд бывало на некоторых лотереях один и тот же человек выигрывал крупные суммы, или один и тот же номер выигрывал подряд на двух, значит, в двух тиражах, значит, вот подряд, да, вот случались такие вот вещи, да, вот. Это как раз проявление закона Пассона в данном случае, да. Так вот, вот оно, это распределение. А что такое лямбда, вы меня спросите? О, это замечательная вещь. Вот этот вот Пассоновский закон, чем он характерен? Что среднее значение случайной величины, вот это как раз лямбда, и оно же равно дисперсии. То есть, среднее значение равно дисперсии, равно лямбда. Дисперсия. То есть, если у вас в среднем поступает в течение суток 100 обращений на ваш сайт, если все нормально по закону Пассону происходит, то есть кто-то, а то, может быть, специальные люди, которые организуют вам эти, знаете, такие, есть, как это, программы-боты, да, компьютеры, они специально организуют вам определенное количество запросов, чтобы поднять ваш рейтинг. Так вот, это можно отфильтровать, потому что количество запросов должно быть распределено по закону Пассона. Если у вас в течение дня 100 обращений, то вот, ну, день ото дня в среднем 100 обращений, то, значит, среднее квадратическое отклонение должно быть равно 10, корень из 100. Дисперсия должна равна быть среднему, да, понимаете, как. Если все так, то все в ажуре, это вот оно и есть. Вот это вот называется Пассоновский закон. Кстати, теперь посмотрите для нескольких лямбд этот закон, да. Вот для маленького лямбда, вот он, такая красная высокая ломаная линия. У нас тут получается полигон. Помните, когда ты говорил про полигон, гистограмму? Тут это вот полигональная некая кривая, вот она. Зелененькая уже как-то вот она видно, что стала немножко более похожа на Гауссову, но у нее какая-то такая вершина подозрительно плоская, вот. А вот черная, ну, уже, так сказать, от Гауссовой почти не отличишь. Вот. И вот при больших лямбда, при больших потоках распределение действительно оказывается практически неотличимым от Гауссова, да. Ну, а где бывают большие потоки? Ну, у нас у физиков это там какие-нибудь количество мемезонов, попавших в наш детектор, да, вот, которые вот от космических лучей, рождающих в атмосфере пемезоны. А пемезоны распадаются на мемезоны, а мемезоны к нам попадают меоны, да. Вот они, вот, например, там. Ну, или какое-то массовидное явление, массовое явление. Какие-то там происшествия, значит, количество, количество рождений, кстати, в течение дня. Тоже очень такое распределено по закону Пуассона будет, да, вот так вот. Так, ну, так я к чему уклоню? Я вас просветил сейчас по поводу этих распределений, а теперь давайте поговорим об их характеристиках, да. Вот у нас был ряд распределений случайной величины, да, сейчас для Пуассоновской. До этого я вам показывал плотность распределения для величины непрерывной, тоже очень такой фундаментальной. Она смысл имеет, это распределение, Гауссова, и оно же нормальное, оно же колоколообразное. А вот это, вы знаете, что такое? Это один из численных критериев, характеризующих случайную величину. Это называется момент. Момент. Вот смотрите, что тут делается. Для всех значения случайной величины, в данном случае я взял дискретную, мне так на ней проще иллюстрировать. Х итое минус А. Минус некое значение конкретное, да, ну, просто значение, на угад взятое. И в степени К. Умножить на частоту и разделить на сумму частот. Батюшки, это же средневзвешенная, да, средневзвешенная, катая степень отклонения случайной величины от величины А. Это вот момент случайной величины относительно А, относительно вот этого значения. Да, вот он, момент. Ну, насчет того, что для чего нужно относительно какого-то значения, тут есть два, два момента в этом деле. Это когда равно нулю, такого рода момент называется начальным, относительно нуля измеряется, да, нулю. Там просто будет Х в степени К, вот усредненное, среднее значение Х в степени К. Помните, вот бывает там средний квадрат, например, да, средний квадрат. Это вот второй момент, второй начальный момент. Второй начальный момент. А еще центральный момент, когда вместо А выбирается математическое ожидание, то есть среднее значение. Это, значит, центральный момент. И вот центральный момент, вот, например, второй центральный момент, это дисперсия, да, средний квадрат отклонения от среднего значения, вот, вот, пожалуйста, а вот эта, посмотрите, формула почти не отличается от предыдущей, да, по виду, но отличается, вместо А у меня тут х средняя, вот он, катый, да, катый центральный момент случайной величины, вот так он вычисляется, это очень полезно, и на самом деле, значение, вот, если есть у вас некое распределение, да, некое распределение, ну, вы подозреваете, что оно нормальное, да, нормальное распределение, и для его проверки одним из самых простых способов является метод моментов, вот, сейчас мы вас и научим им пользоваться. Итак, вот этот вот катый момент, катый центральный момент некой случайной величины, но она у нас обозначена буквой х, х среднее, это среднее значение случайной величины, как посчитать, надеюсь, вы знаете, да, Нужно все величины с их статистическим весом f и т взять, x и т на f и т, значит, сложить и поделить на сумму статистических весов. На сумму вот этих вот частот. Это не статистический вес, это частота, лучше так говорить. Вот, сумма частот, да. Ну, хотя можно называть и статистическим весом, в принципе говоря. В принципе говоря. Вот. А тут нужно разницу считать между набором фактических значений и средним значением. Вот оно. Это называется катый момент. Катый центральный момент. Мы его обозначаем буквой μ с индексом k. μ с индексом k. Вот это вот нулевой центральный момент. И он равен единице. Нулевой центральный момент. x и т минус x средний в нулевой степени, что это такое будет? А это будет единица. Потому что все, что угодно в нулевой степени, это единица. Но, правда, тут есть маленький нюанс. Если у вас x и т совершенно случайно равно x среднему, то это получается 0, и 0 в нулевой степени, это как-то несколько непонятно. 0 в нулевой степени не бывает, да. Ну вот, вот поди, что вот такая вот неказистость, да. Ну, иногда, собственно, это игра ума. Нулевой центральный момент это в любом случае единица. Это сумма всех частот получается сверху делить на сумму всех частот. Единица, конечно. Куда что деваться? Это нулевой центральный момент. А вот первый центральный момент, он отличается чем замечательным? Нулем справа. Это потому что x и т минус x средний в первой степени, да еще вы умножите на частоту, что получится. Это и есть определение среднего значения, что у нас стоит посерединке. Вот это как раз именно в том смысле, да. Вот если мы скобочку раскроем наверху, вот тут вот, где в первой степени, да, x и т на f и т, если просуммировать, да, если разделить еще на сумму f и т, это получится x среднее, да. x среднее получится, да. То есть получается в итоге x среднее минус x среднее, 0. Значит, первый центральный момент обязательно равен нулю. Вот тоже такой факт. Ну, это не факт, не для проверки, это просто от этого никуда не уйдешь. Теперь второй центральный момент. Я уже сказал вам, что это дисперсия. Сказал, сказал, действительно, это дисперсия. Ну, как-то вот мы еще будем сейчас предпочитать называть этот, обозначать дисперсию не просто буквкой d, а сигма в квадрате, да. Вот все, что я до этого говорил, в принципе говоря, вы по отдельности уже все знали. А теперь как бы начинается нечто новое. Вот он, третий центральный момент. О, это что-то интересное. Ну, посчитан по той же схеме, схеме. Но для чего его использовать, к какому месту его прикладывать? Дело вот в чем. Дело в том, что можно ввести такое вот понятие, отношение третьего центрального момента к кубу среднего квадратического отклонения. И это понятно. Вот посмотрите, третий центральный момент, какую должен иметь размерность? Кубическую, да. Если это у вас распределение, скажем, по росту, вот, так сказать, граждан, то вот это вот отклонение у вас будет третья степень. Третья степень будет отклонения. Третья степень метра. Если рост у вас в метрах. Кубические метра. Сигма среднее квадратическое отклонение, корень из дисперсии. Это обычные метры, да. И вот тут, получается, вот они, кубические метры делить на метры в кубе. Это получится безразмерная величина. Что эта безразмерная величина может характеризовать? А характеризует она вот что. Если у нас распределение такое вот хорошее, правильное, нормальное, вот оно зелененьким написано, да, нарисовано, то третий, вот, это так называется, третий нормированный центральный момент, нормированный на сигму, на среднее квадратическое отклонение. Ну, в данном случае, на его третью степень, да, то вот оно вот, он равен нулю. Вот он, вот он равен нулю. Дело в том, что третий центральный момент для нормального распределения равен нулю. А вот если у такого вот симметричного распределения, да, а если вот его немножко сместить вот в сторону, влево, скажем, да, так вот его сдвинуть, да, вот так вот деформирует в сторону меньших значений, то третий центральный момент будет положительным. А если вправо, он будет отрицательным. Вот такие вот парадоксальные вещи. Вот это вот для проверки очень даже подходит на первый случай. Насколько он будет отрицателен, да, ну вот это вот его значение. Вообще, в принципе говоря, можно сравнивать степень деформации с единицей, да. Коэффициент асимметрии, еще есть такое понятие, коэффициент асимметрии. Насколько среднее значение отличается от моды. Мода это максимум распределения, максимум. Вот я к предыдущей кривой отнесусь. Вот видите, вот у нас мода, это соответствует вот на горизонтальной оси точка максимуму нашего распределения, да. Вот где оно тут соответствует. Вот это вот называется мода. А среднее значение, это среднее, от него никуда не убежишь. Вот оно. И вот оно, наша вот асимметрия, да. Если у нас мода оказалась немножко вот сдвинута, да, вот левее, чем среднее значение, вот такая вот справа она находится, да, вот сдвинута, то асимметрия положительна. Если сдвинули в другую сторону, то, значит, левосторонняя асимметрия, называют левосторонняя такой, слишком длинной, да, получается. Икс среднее влево сдвинута, да. Левосторонняя асимметрия, тут слишком сильно поднялся левый край, отрицательная асимметрия. Ну, а нулевая асимметрия, она и есть нулевая асимметрия, там, где все в порядке. Кстати говоря, четвертый центральный момент, он характеризует некую такую крутизну, или, как говорят, эксцентриситет. Вот нормированный четвертый центральный момент, нормированный на сигму четвертой степени, он для нормального распределения должен быть равен трем. И вот вводится такой эксцентриситет величина, значит, нормированный центральный момент минус три. Если это у нас хорошее такое, простое, нормальное распределение, эксцентриситет, значит, равен нулю. Если оно острее, эксцентриситет больше нуля. Если он такой вот, видите, как коричнево-кирпичного цвета, вот это вот, ну, такое более, как вам сказать-то, ну, ненормальное распределение, да, оно вот не подчиняется тому закону, как положено, вот, понимаете, вот. При том же сигме, оно просто вот, края у нее, видите, поджаты, да, вот, видите, как у синенького, да, на краю ведет себя, вот, синенькое, а у зелененького, вот, оно вот острее проходит, потому что оно разбитие, да, вот оно, нормальное распределение, а синенькое, вот, выше край, а кирпичное, наоборот, ниже оказался, да, вот это вот нормальное распределение. Нужно сказать, что метод моментов, это самый простой метод, который можно использовать для оценки, так сказать, отличия нашего экспериментального распределения от эталонного, с которым мы сравниваем, он так и называется метод моментов. И некоторые, так сказать, практики, да, практики, вот, знаете, только не примите это за критику этих практиков, так вот, некоторые практики, они, ну, инженеры они практики, технических наук работают. А вы знаете, вот, тут вот, на самом деле, применение статистики, оно связано с некоторыми особенностями. Вот, все, что я сейчас говорил вам про центральные моменты, мы же должны посчитать, да, посчитать, определить, и они нам, известно, бывают с погрешностью в любом случае. И иногда для центральных, для моментов высоких порядков погрешность становится такой большой, что просто сравнимо с самим центральным моментом. Вот, как же быть в таком случае, как выйти из этого положения? Вот я, кстати говоря о том, как выйти из этого положения, попробую вам рассказать в следующий раз, как все-таки критерий-то согласия какой-нибудь найти, да, то есть это как бы откладывается. Вот не успели мы на этом занятии, материал такой большой, такой большой, учительница обычно говорит, знаете, да, ой, некогда-некогда, а сама какой-нибудь убегает, вот, по делам. Вот, у него некогда-некогда, решайте сами. Вот, ну, я вам такого не скажу, решайте сами, да, я в следующий раз вам доскажу. Вот, ну, и основное содержание в следующий раз у нас будет еще немножко другое, продолжение будет наше. Ну, хочу вам добрые слова сказать про статистику, любите статистику, цените статистику, пользуйтесь ею. Она открывает, в общем, все тайны поверхностные, все тайны мира, позволяет вам еще лучше изучить любой предмет, который вы изучаете в окружающей вас действительности. Будь то неодушевленный предмет, или какие-нибудь без... неинтеллектуальные, так сказать, отношения в мире жизни, а тем более, если это в социальной сфере. Все там работает. Спасибо вам большое за внимание, приходите к нам еще. Всех благ вам, удачи, до свидания. Субтитры подогнали Симон.